Лимфомоисклеток мантийной зоны достаточно редкое, с одной стороны, лимфопролиферативное заболевание, однако составляет 5-6% от всех лимфопролиферативных заболеваний и все время фигурирует в списках у трансплантологов, потому что аутологическая трансплантация является одним из стандартов лечения, особенно молодых пациентов, и аллогенная трансплантация обсуждается все чаще и чаще. Количество трансплантаций с года в год растет в России, и в Европе, и в США. Болеют преимущественно мужчины, и заболеваемость с возрастом растет. Чем старше пациент, чем старше популяция, тем чаще выявляется это заболевание. Клиническую картину мы все достаточно хорошо знаем. Это генерализованная лимфоденопатия, влечение часто желудочно-кишечного тракта и костного мозга. И когда мы видим все перечисленные три факта, мы, как правило, не ошибаемся, когда предполагаем диагноз лимфомы из клеток монтинезона, однако который надо все же правильно доказать. И то, о чем говорил Камил Даниилович в отношении множественной миеломы, когда у нас, к сожалению, нет возможности найти какой-то один важный путь и полностью взять под контроль заболевание так, как это можно делать при хроническом миелоликозе, потому что клетка пока накопит значительное количество поломок. Мы увидим уже проявление этого заболевания, как клетка уже прошла некоторые необратимые нарушения. И классический вариант, с которым мы чаще всего встречаемся, это уже клетка, накопившая значительное количество генетических нарушений необратимых, которые, повлияв на одно из них, не удастся вылечить заболевание. У нас есть международный прогностический индекс для лимфомоисклеток монтинезона. Он очень важен, когда мы разговариваем о различных исследованиях, об эффективности различных вариантов терапии. И в принципе сейчас в большинстве центров, по крайней мере крупных федеральных центров, уже в выписках указывается группа риска для пациентов с лимфомоисклеток монтинезоной. Расчет индекса производится по сложной формуле, но в общем-то на самом деле надо просто скачать калькулятор, где вводится параметр, это статус по шкале ЭКОК, это возраст, концентрация лактатогидрогеназа, количество лейкоцитов, и есть или нет данные о пролиферативном индексе. И индекс доказал свою эффективность, прогностическую значимость, и при использовании низкодозной терапии, высокодозной терапии в различных группах людей возрастных. Итак, первая линия терапии, я попробую крупными штрихами пройтись, чтобы показать то, что наиболее важно. Важен первый факт, это неизлечимое заболевание. Оно характеризуется рецидивирующим течением, стрелка указана, платона кривой бессубътийной выживаемости, который достигается только при выполнении трансплантации аллогенных стволовых кроветворных клеток. Процедура опасная, процедура со значительным количеством осложнений. Это данный МД Андерсон-центр, где примерно 50% в реальной жизни, это где-то 25-30% пациентов переживают эту процедуру более 2-3 лет. Это то, что та схема, которая будет указана в наших рекомендациях, которые будут опубликованы в этом году, это определяется необходимость лечения пациентов на первом этапе, при диагностике действительно существует группа из 10 примерно процентов больных, где возможен выбор тактики смотри-наблюдай, выжидательная тактика. У других пациентов используется подход, грубо говоря, определяемый возрастом, соматическим статусом. Если он годен для проведения интенсивной терапии, ему выполняются высокие курсы с высокими дозами ацетеробина с моноклональными антителами и дальше аутологичная трансплантация. Вроде бы поддерживающая терапия ретоксимабом доказала свою эффективность и после аутологичной трансплантации, поэтому, наверное, уже знак вопросов поддерживающей терапии можно убрать. Если же пациент не годен для интенсивной терапии, то он проводит среднедозные режимы терапии, либо это РЧОП, либо это курсы с ретоксимабом, бендамустином, который все чаще используется и более широко входит в нашу клиническую практику, ну и для совсем ослабленных пациентов это различные комбинации, в том числе, возможно, с кладребином, либо курсы метрономной терапии, как РПЭПС, например. Тактика Watch and Weight используется в основном у пациентов с так называемым индолентным вариантом лимфомы из клеток монетинной зоны. Это обычно небольшой ликоцитоз, незначительно увеличенная селезенка, отсутствие лимфатических узлов, невысокий пролиферативный индекс действительно иногда удается до двух, до трех лет наблюдать. Но обычно это все длится совсем недолго. И в большинстве случаев мы должны переходить к терапии. Итак, терапия молодых больных. Это высокие дозы циторобина, это выполнение трансплантации от логически-столовых кровотворных клеток. Как бы кто бы ни рассуждал, ни делал подкопы под этот метод терапии, он пока остается базовым. И используем терапевтических моноклональных антител на всех этапах терапии. Просто крупными штрихами было показано, что в прямом рандомизированном исследовании, что добавление ретоксимаба к химиотерапии увеличивает количество общих ответов и количество полных ремиссий, то есть углубляет эти ремиссии. Также в прямом рандомизированном исследовании Мартином Драйлингом из Европейской ассоциации по изучению лимфомоисклеток монтийной зоны было показано преимущество не только в бессобытийной, но и в общей выживаемости при использовании аутологичной трансплантации стволовых кровиторных клеток. Исследование не прямое, не рандомизированное, а последовательное, ретроспективное, но доказавшее драматическое различие в кривых не только бессобытий, но и общей выживаемости. Это когда к чопоподобным курсам были добавлены высокие дозы цитробина и ретуксимаб. А нижние кривые – это у пациента, кому применялись чопоподобные курсы с аутологической трансплантацией. То есть, в общем-то, сегодня это является доказанным наиболее эффективным подходом к терапии. И большое исследование, которое доказало эффективность добавления средних, скажем так, доз цитробина в индукцию. Это курсы R-ЧОП против курсов R-ЧОП с альтернированием с курсами R-DAP. Но многие, скажем так, гематологи забывают один маленький нюанс. Вот не очень высокие дозы цитробина в индукции нивелируются добавлением цитробина в консолидацию, то есть в аутологическую трансплантацию, режим кондиционирования и добавлением мелфолана. Поэтому просто провести 6 курсов R-ЧОП и R-DAP, наверное, не очень эффективно. Надо все же этих пациентов консолидировать с использованием аутологических локровитворных клеток и высокодозной терапии. И вот полученные различия, они статистически достоверны, это общая выживаемость, она поменялась. Однако надо понимать, что наши пациенты не живут в клинических исследованиях. И в реальной клинической практике, конечно, эти кривые будут пониже. Эти данные были продублированы в нашем российском исследовании, когда мы включили 47 пациентов, проводили высокодозную терапию, однако у них было два варианта индукции. У крепких, соматически крепких пациентов использовали высокие дозы с тазарами и трексата. У менее крепких, скажем так, пациентов мы использовали комбинацию гемцитабина, оксальплатина вместо курсов ДАП, этого самого пациента с различными почечными, недостаточно были соматически ослабленные. Но всем выполняли аутологичную трансплантацию. И особенностью нашей выборки явилось то, что у нас количество пациентов из группы низкого риска составило всего 30%, тогда как в больших международных исследованиях, как правило, это 60% больных. И мы получили достаточно схожие результаты. Общая выживаемость больных у нас составляла от 60% до 80% пятилетняя, а бессобытийная выживаемость около 50% больных. Это данные, которые, в общем, повторяют ту же схему гиперцват, однако в схеме гиперцват не использовалась аутологичная трансплантация. Но еще раз напомню, у нас более прогностически неблагоприятные, менее, наверное, прогностически неблагоприятные пациенты были. И вопрос, собственно, который постоянно задают, нужно ли пациентам из группы низкого и среднего риска делать аутологичную трансплантацию? Да, нужно. Именно эти пациенты и держат вот эти кривые бессобытийных выживаемостей. Вот если посмотреть на результаты вот Nordic linfoma group, видно, что 120 из 100 практически 60 пациентов это относится в группу среднего промежуточного риска. За счет именно этих пациентов мы получаем эти достаточно неплохие результаты. пациенты из высокой группы риска лучше, но все же рецидивируют достаточно быстро. Поэтому вот то, о чем я говорю, в общем, общественность, скажем так, не успокаивается, пытается найти случаи, когда можно воздержаться от аутологичной трансплантации. Одним из вариантов может быть у молодых пациентов это больные с небольшой массой опухоли, у кого международный прогностический индекс низкий, и у кого КИ-67 также низкий. Потому что иногда бывает, что даже при подсчете международного прогностического индекса при небольшой массе опухоли, но при бластойном варианте высоким КИ-67 мы можем получить низкий риск у молодых пациентов. И вот эта группа выделяется именно с той точки зрения, что, возможно, здесь можно обойтись просто высокодозной индукцией. Но таких больных не очень много. И это вопрос очень спорный. Скажем так, если есть возможность, то реально, наверное, стоит выполнить аутологичную трансплантацию. Тем более риск сейчас погибнуть от нее составляет реально 1-2%. А поздние события, такие как мелодиспластический синдром, ну реально где-то в районе 5%. Эти все риски нивелируются эффективностью выбора. Итак, что нам делать с основной массой больных, которые старше 60 лет? Им не надо проводить курсы с фулдорабином. Фулдорабин – препарат, который должен умереть. Его единственное пристанище, чуть-чуть еще пока временно, это хронический лимфолейкоз в России. В большинстве стран потихоньку этот препарат уходит. А, извините, кондиционирование, режимы кондиционирования. Это временно, я думаю. Это препарат, про который надо забыть. Он токсичный. Несмотря на то, что при использовании фулдорабин содержащих режимов количество полных ремиссий, количество глубоких ответов выше, количество летальных исходов и количество различных проблем полностью нивелирует этот эффект. И в итоге больные живут меньше. Жизнь их короче и хуже. А главное, что рецидивы, в общем, на самом деле, после РЧОП и курсов РФЦ реально наступают в общей популяции, если не брать вот эту отобранную популяцию Мартином, Драйлингом и компанией, где-то примерно в течение двух лет. Гемпоэс после использования фулдорабин содержащих режимов за два года реально не восстанавливается. У вас просто скованы руки при выборе следующей линии терапии. Но, тем не менее, несмотря на отобранность популяции, исследование корректное, рандомизированное. Оно также показало, что после среднедозной терапии целесообразно использовать поддерживающую терапию ретоксимабом пациенты живут дольше. Только не надо смотреть на эти 75 месяцев. Это не имеет никакого отношения к реальной жизни, потому что нужно понимать, что до этих 75 месяцев добралось только четверть больных из стартовавших в исследовании. А, в принципе, до рандомизации, до этого этапа рандомизации добралось только половина больных из стартовавших. Поэтому это высоко селектированная группа. Но, тем не менее, мы сегодня знаем, что неким стандартом терапии пожилых пациентов является курс РЧОП либо РБ с поддержкой терапии ретоксимабом. Как я уже сказал, к сожалению, наши больные не живут в клинических исследованиях. И в такой глубоко несчастной стране, с точки зрения медицины, как Франция, выживаемость всех больных с лимфомой, из клеток мантийной зоны, несмотря на всю тиражируемую прессу, составляет 38 месяцев общая выживаемость больных. Но всех больных, то есть и 90-летних, и 60-летних. Это уже после широкого внедрения аутологичной трансплантации, но до широкого внедрения новых препаратов. Итак, можем ли мы улучшить курс РЧОП? Да, можем. Как минимум, бессобытийную выживаемость можем улучшить, заменив венкристин на бортозамиб. Это многие делают, это во многих странах используется, как вариант гиперцват с бортозамибом в США. У нас ограничения рамками семейной зоологии, к сожалению, у нас бортозамиб реально можно использовать только у пациента с множественной мейломой. Можем ли мы улучшить РЧОП, заменив на бендамустин? Да. Продолжительность общей выживаемости, бессобытийной выживаемости реально будет одинаковой. Но токсичность ниже, выполнимость выше 6 курсов РБ против 8 курсов РЧОП. Наверное, это проще. Мы можем улучшить ретоксимаб бендамустин комбинацию добавлением либо цитозара, либо ибрутиниба, пользуясь приемлемой токсичностью бендамустина, либо добавлением, допустим, тамзиролимус, либо бортозамиба. И наиболее широкое использование в Европе сейчас получило режим вот этот вот РИБВД, ретоксимаб, а бендамустин, вилькейт, то есть бортозамиб, он же, дексамитазон. Это схема, которая является выбором у пациентов старшей возрастной группы либо в рецидиве. Как минимум во Франции, но во Франции широко. Это итальянская схема усиления курса РБ, добавление цитрабина. Это очень высокоэффективная схема, однако сразу же исследователи снизили дозу цитрабина до 500 мг, 3 введения, и мы получаем хорошие результаты. Но, когда уже пришел и апдейт у этой схемы, выполнимость у пациентов старше 65 лет составляет реально где-то в Италии, где отбирают пациентов очень тщательно для исследования. Выполнимость, полная выполнимость составляет где-то около 65-70%. Эти результаты докладывались на ICML в прошлом году, соответственно. Первые данные по выполнимости. Поэтому эту схему можно реально сегодня рассматривать фактически в индукции больных в возрасте между 60 и 75 годами, в суммонатических сохранах, естественно. По личному опыту могу сказать, что в рецидиве эта схема можно использовать где-то 50%, наверное, ее выполнимость. Шесть курсов, наверное, дается только у половины больных провести. У многих больных приходится останавливаться на четырех курсах химиотерапии. Это суммарные данные, где мы видим, что комбинация токсимабиндомустина с цитозаром, либо с бортозамибом, с дексаметазоном дает на сегодняшний день наиболее хороший результат. Однако вот эта нижняя схема менее токсична, и вполне выполнима большинства больных. Итак, буквально несколько слов про терапию рецидивов резистентных форм лимфомы и скатокмонтинзон. Помимо курса РБАК, у нас сегодня реально в арсенале есть еще, наверное, платина, содержащая гемцитабин, содержащие режимы. Были. Сегодня появляются иммуномодуляторы, доступ к иммуномодуляторам и к ингибиторам тирозенки на забрутонах. Трансплантация является опцией для молодых соматически сохранных пациентов, и аутологичную трансплантацию имеет смысл выполнять только в первой ремиссии или в первом, позднем, наверное, рецидиве, когда рецидив произошел через 3-4-5 лет при достижении ремиссии. Но, в общем, место аутологической трансплантации – это консолидация первой ремиссии. А логенную трансплантацию надо помнить, что если мы решаемся на этот вид терапии, то надо его использовать как можно раньше, чтобы пациент имел запас как раз для приживления трансплантата и для работы. Но, тем не менее, у нас сейчас появляются способы контроля за болезнью уже и после трансплантации. И буквально несколько слов, что ранний рецидив – это очень плохо, и общая выживаемость больных с ранним рецидивом после аутологической трансплантации, к сожалению, на сегодняшний день фактически составляет менее 12 месяцев, даже если мы пытаемся быстро-срочно выполнить аутологическую трансплантацию. То есть действительно бывают такие сверхагрессивные варианты лимфомоисклетокмантинной зоны, которые практически ничем невозможно остановить. Это около где-то 5-10% больных. На данной схеме представлено, что у нас, в общем-то, нет реально такой серьезной комбинации для терапии пациентов. С лимфомоисклетокмантинной зоны в рецидиве, в общем-то, медиана продолжительности ответа составляет при использовании достаточно интенсивных режимов менее года. Поэтому идет поиск активных новых препаратов. Мы все хорошо знаем, что у нас начинает широкое… проходит широкое внедрение ибрутиниба в Москве, в Петербурге, потихоньку в других городах. 1, 2, 3, где-то уже 5 пациентов включено. Ибрутиниб – это препарат, который доказал свою эффективность в сравнительных исследованиях, не просто с плацебо, но и с другими препаратами, влияющими на передачу сигналов внутриклеточных, например, с темзиролимусом. И он сейчас достаточно широко используется в США. В США уже 33 тысячи пациентов получило, ибрутиниб в Европе около 10 тысяч. По всему миру 43 тысячи пациентов уже находятся на терапии брутиниба. Естественно, это в основном больные с хроническим лимфолейкозом, но также это и лимфомы из клеток мантийной зоны, и чуть-чуть больных с вальденстремом. Препарат настолько вошел плотно в жизнь американских граждан, что если у вас, в общем-то, вы не планируете аллогенную трансплантацию, то в качестве первой линии противорецидивной терапии рассматривается сразу же ибрутиниб. У нас в Москве в больнице имени Боткина 10 пациентов с лимфомой из клеток мантийной зоны, извините, 11, получает ибрутиниб, еще 2 им планируется. Реально широкое назначение ибрутиниба мы начали только в апреле этого года. И при принятии, буквально несколько слов, при принятии решения о терапии ибрутиниба надо все же тщательно верифицировать диагнозы, потому что до сих пор лимфомы из клеток мантийной зоны очень часто путают с другими заболеваниями. Например, при фолликулярной лимфомии ибрутиниб далеко не так эффективен. И нужно назначать... Наша позиция, да, мы ограничены в препаратах, да, у нас он есть, но мы не можем назначать всем подряд, и мы, в общем, назначаем пациентам с ранними рецидивами либо с резистентностью. Ранее это то, если у пациента ответ менее года на предыдущий этап терапии. Или есть действительно группа пациентов, к кому мы не можем вообще проводить полихимиотерапию. Это пациенты нашего любимого, скажем так, возраста, это старше 75-80 лет. Но нужно помнить, что существует такое понятие комплоентность, надо с больным очень-очень тщательно проговаривать, сможет ли он каждый день принимать 4 капсулы или нет. Я бы сказал, процентов 20 больных не могут каждый день принимать 4 капсулы препарата и принимать их правильно, и принимать их вместе, без каких-то собственных идей и так далее. Главное контролировать это все, потому что препарат не совсем безопасный. И нам нужно иметь запас времени для развития ответа, потому что максимальный ответ развивается где-то через 2 месяца. И не надо назначать препарат, так называемым, погибающим уже больным, находящимся на реанимационной койке. Это бессмысленно. Препарат надо назначать больным, находящимся в стабильном состоянии. Это некий план обследования, который мы выполняем перед назначением ибрутинибы. Слава богу, у нас сейчас появилась возможность бесплатно всем больным выполнять ПЭТ-КТ в Москве, в том числе больным со всеми лимфатическими заболеваниями, в том числе больным с лимфомой скретоматинзон. Поэтому мы всем стараемся это выполнять. Детальный анализ коглограммы. Это вот 10 пациентов, которые уже получают. Ну их сейчас 11. И просто в качестве клинического примера пациентка 46 лет, которая получила с 2007 года, не буду подробно оставлять, 9 различных ЧОП, бендамустин, содержащих режимов терапии, с велькейдом и без велькейда, и 2 сеанса лучевой терапии. И все это было на одну область. На область лимфатических узлов под нижнечелюстных я сейчас просто покажу. И пришла она в итоге с конгломератом 25 сантиметров. Вот на эту область она получила 2 раза лучевую терапию. Абсолютно несчастная женщина. И уже буквально в течение одной недели был заметен эффект, который на сегодняшний день выглядит вот таким образом. Мы начинали с 25 сантиметров, сейчас небольшое образование остается, и оно встало. За несколько недель ничего не произошло. Но вот эта же пациентка, это спонтанное образование гематом, надо пациентов тщательно осматривать, контролировать геморрагические осложнения. Это все на самом деле существует. И у него, когда прошли одни синяки, регрессировали, появились новые. И иногда они появляются в странных местах, например, там, где часы носят, или лямка бюстгальтера. Небольшая травматизация ведет к этим синякам. И, в общем-то, в завершении отношение брутиниба не очень понятно. Мы знаем точно, что он продлевает жизнь наших пациентов на год, но нам нужно определиться, насколько он продлевает реальную жизнь при назначении, допустим, на более ранних этапах, он будет продлевать на 3 года, или он также всего лишь на год будет продлевать жизнь. И мы все с нетерпением ждем результата вот этого исследования, Триангл, инициированного европейской группой по изучению лимфомо-исклетокмайотинной зоны, где к некому стандарту терапии РЧОП-РДАП с ауто-трансплантацией у молодых больных и дальнейшим наблюдениям, добавлено две группы. Все то же самое с ибрутинибом, и поддерживающей терапией ибрутинибом, и РЧОП-РДАП с ибрутинибом, но без ауто и с поддерживающей терапией ибрутинибом. То есть нужна ли нам аутологичная терапия, если мы добавляем ибрутиниб, и если нужна, то насколько. И добавляет ли, в принципе, ибрутиниб что-то. И, мне кажется, наибольшей ценностью является то, что это терапия не пожизненно, а фактически два с половиной года терапии ибрутинибом с отменой. Спасибо большое. Результаты будут к 2020 году. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова